всем привет мои куколки красотки красавицы ну и конечно же красавцы меня зовут алена и я очень рада видеть именно вас на своем канале сегодняшнем видео будет очередная подборка крутой бюджетной косметики но где-то до 400 рублей если вас интересует данная тема то наливать себе чай кофеек и мы приступаем в общем я решила начать не по стандарту обычно я показываю вам крутую бюджетную косметику уходовую а затем уже шлифую декоративочкой но нет в этот раз мы с вами начнем именно с декоративной косметики а именно с двух продуктов которые мне за последнее время очень очень сильно покорили во первых я хочу вас познакомить с этим продуктом от марки ламель это румяна румяна в оттеночке 404 taupe или taupe как правильно называется так что у нас тут еще написано ну как бы якобы румяна для счетчик они так и называются румяна но я показывала в своем влоге что это идеально девчонки идеально просто для коррекции лица насколько этот продукт деликатен насколько он натурально смотрится я просто его даже сравнить ни с чем не смогу почему у меня вот такая крышечка видите такая как в пыли в том что когда я набираю его кисточкой я его стряхиваю остатки с кисти на вот эту крышечку а затем уже переношу на свое лицо мне кажется так намного намного лучше наносится продукт так намного лучше он растушевывается в принципе у меня сейчас находится на скулах конечно он чуть-чуть сейчас на камере у вас ярче нежели я использую его в жизни но однако девчонки он очень очень красивый даже за счет его когда он находится у меня на скулах мне кажется у меня лицо действительно зрительно смотрится худей поэтому я очень вам его советую румяна еще раз повторюсь от марки ламель в оттеночке 404 taupe ну не taupe стоят они в районе 160-180 рублей дальше что я вам хочу показать вообще поначалу этот продукт был очень-очень спорный когда я получила свой заказ с Avon кстати те кто не зарегистрированы в компании Avon то я вам оставлю ссылочку в описании сможете пройти по ней быстро зарегистрироваться буквально за 3 минуты и заказывать для себя продукцию как это делаю я так вот я заказала тональную основу вообще многие уже блогеры про нее уже рассказали что она и хорошая кто-то ругает кто-то наоборот хвалит я ее когда приобрела я посмотрела на свочи и поняла когда нанесла на руку чуть-чуть абсолютно продукты я поняла что она какая-то странная то есть она очень быстро окислилась и затем я после того как нанесла и поняла что она окислилась я уже затем начала мазать себе на лицо как бы неправильно но однако я первое впечатление было такое что тональная основа мне абсолютно не подходит по цвету но затем я начала наносить с помощью спонжа смоченного водой вот этот вот объемный такой для нанесения тональных жидких основ жидких тональных основ и тогда я поняла блин а он действительно крутой конечно же как заявляет производитель он то что не отпечатывается на телефоне нет все отпечатывается как обычный тональный крем это у нас Эйвентру Пауэрстей 24 часа вот такая тональная основа первое что мне очень очень сильно нравится это упаковка однозначно в стекле использовать тональную основу намного приятнее плюс еще матовое стекло я очень люблю лаконичный дизайн да удобный дозатор да тут вот такая знаете как как он правильно как он называется девчонки бред поляризатор не поляризатор в общем удобный дозатор да одним нажатием вам дозируется необходимое количество продукта на всю вашу кожу на всю вашу моську если так можно выразиться в общем отличный продукт экономный расход экономичный расход он не пахнет абсолютно ли целом не окисляется даже если не использовать под него какую-то базу под макияж и стоит в районе 400 рублей поэтому рекомендую у меня оттеночек light ivory и он очень очень светлый по крайней мере я если наношу тонким слоем он светлый если я наношу много тональной основы он моментально начинается начинает на лице окисляться ну в общем такой достаточно спорный продукт но на лице он смотрится очень хорошо и мне нравится как он красиво лежит на всех моих недостатках кожи в плане там рубцов и так далее поэтому мне понравилось и давайте перейдем к уходу в основном у меня тут уход за волосами и лицо олин у меня есть два продукта от олин или оли в общем все они бюджетные все они подойдут для пористых поврежденных волос первое это маска с маслом кокоса олин есть маленьком формате есть большом тут у нас 250 миллилитров мне очень нравится формат мне очень нравится дизайн стоит она в районе 200 рублей побольше формат около 400 стоит но я возьму себе побольше господи она не пахнет как таковой кокосом но такая знаете кремовая приятная то есть вы когда наносите на ваши волосы во первых у нее расход минимально во вторых она так хорошо напитывает пористые волосы которые кучерявые по своей структуре волнистые кучерявые поврежденные что я просто ни с чем не могу сравнить она одновременно и питает и увлажняет но при этом не утяжеляет если конечно нанести ее много мне кажется может быть этот эффект утяжеления но опять же тут все зависит от вашей степени поврежденности волос если у вас волосы не сильно повреждены наносите только чуть-чуть и на кончике если волосы повреждены то тогда от середины длины если они прям вот убиты то можно от корни например блонд поэтому очень очень советую присмотритесь также как и советую присмотреться к вот этому флюиду реконструктору он тоже очень очень экономичный я в плане расхода и также у него есть тенденция к утяжелению волос это у нас ботаника вот такой флюид девчонки он посмотрите как он густой вообще буль-буль объем у него так сколько сколько 100 миллилитров но хватит вам его наверное вам вашим детям и вашим внукам почему потому что во-первых одного нажатия хватает даже на длинные волосы чтобы равномерно нанести его по волосам и при этом не утяжелить волосы не сделать их грязными и он очень хорошо запаивает и снижает вот эту вот пушистость на ваших волосах это вот касается именно структуры кучеряшек что еще я заметила в этом продукте когда я использую его постоянно то у меня меньше топорщица кончики от повреждений каждый все равно мы используем утюжки и плойки фены ну по крайней мере те кто укладывать свои волосы те кто не укладывает конечно же им этот продукт вообще хватит про про правнукам даже стоит он в районе 300 350 рублей зависимости от того где вы будете его смотреть но он мне очень нравится серьезно да я раз им переборщила нанесла что-то по привычке как я наношу масло 23 нажатия я нанесла его и поняла что все капец мне нужно перемывать голову потому что продукт очень плотный по своей тут именно текстуре очень как пластилин хорошем смысле этого слова дальше девчонки что я вам еще покажу для волос сухой шампунь от шаума это новинка у меня для нормальных волос май дарлинг сухой шампунь вот так он выглядит дизайн конечно очень очень крутой согласитесь да такой мимимишный девчачий 150 миллилитров продается в рубль бун стоит в районе ста с копейками рублей плюс-минус 20 рублей если на скидках то там и до 100 рублей может дойти а то есть ну вот такой вот такая ценовая категория по поводу самого продукта этот продукт очень хорошо освежает волосы он имеет такую достаточно навязчивую одушку сразу хочу сказать но он очень хорошо вычесывается с темных волос при этом очищает действительно по крайней мере визуально вы не видите грязные волосы но конечно если у вас волосы неделю не мылись если вы воспользуете сухим шампунем он вас не спасет этот такой знаете экстренный вариант когда нужно срочно привести голову в порядок а вы не мыли голову например день 2 вот так вот если дольше то конечно же нет ни один сухой шампунь не спасет плюс еще что я заметила от именно данного сухого шампуня от шаума это то что есть объем действительно на корнях есть объем и нету такой вот знаете как матовости от сухих шампуней когда вот вы используете его и волосы из блестящей превращаются матовые вот тут я этого не заметил поэтому тоже советую мне понравилось дальше масло от глиску долго я на него смотрела это масло для кончиков 6 эффектов маска маска господи масло роскошь что у нас тут мягкость термозащита уменьшает сечение волос послушные волосы контроль над веющимися локонами и роскошный волос для всех типов вот такой маслица тоже брала в рубль бум и за какие-то копейки в районе 300 рублей она стоила я могу сказать что очень крутой вот серьезно я его даже могу сравнить где-то с мараканойл это мараканойл потяжелее будет этого это она не жирная она не тяжелая то есть его сколько ни нанеси в отличие от вот этого реконструктора от олин его сколько ни нанеси все равно волосы будут оставаться чистыми и не утяжеленными и еще что я заметил это то что есть такой знаете как хороший смысле этого слова как кондиционирующий эффект такое ощущение что вы на свои волосы наносите кондиционер для волос вот так вот выглядит это масло формат мне тоже очень нравится то есть этот вот дозатор все отлично хорошечно что еще можно про него сказать очень хорошее масло для пористых для поврежденных волос и для блуда мне кажется тоже подойдет я знаю у меня много зрительниц которые давно пользуются этим маслом и очень довольна так и три последних продукта для лица который я успела за последнее время найти давайте начнем с фабрики свобода это крем для лица с салициловой кислотой и оксидом цинка для проблемной кожи взяла я его как-то в догонку в каком-то супермаркете или гипермаркете у левчонки уже точно не помню тут объем 80 миллилитров и по текстуре это очень такая жидкая субстанция крем для лица вот именно для проблемной кожи что собой это представляет я всегда когда обращаю внимание такого рода продукты я думаю что это такой знаете немножечко иссушающий иссушающий мою кожу будет иссушающая мою кожу вещь но нет именно вот этот вот 80 миллилитров стоит блин до 100 рублей он очень хорошо матирует кожу он очень хорошо и и не не сказала бы что он как-то подсушивает воспаление но они как бы приглушаются зрительно такое ощущение что есть какой-то составе пигмент который корректирует кожу но по-моему даже слегка зеленоватым нет просто белый вот такой вот вот и он наносится распределяется пахнет приятно правда не могу ловить чем но однако приятно распределяется быстро и кожа матовая все как бы что еще сказать кожа матовая вот она я наисла буквально секунду назад уже все впиталось распределилась и отлично очень рекомендую проблемной кожи кто ищет хороший себе для жирной для проблем для комбинированной кожи кто ищет себе хороший уход на день чтобы не было жирного блеска от крема для лица то присмотрись если у вас конечно жирная кожа не возрастная опять же тут вам не хватит увлажнений если вы возрастная девчонка обладательница жирной кожи но однако я пользуюсь нормально так дальше супер органический омолаживающий 100 процентов натуральный пантовый пин для лица панты северной моралы ахокислоты облепихи лимонника в общем это таежная история бабушки агафьи взяла его как-то на пробу 100 с копейками он тоже стоит и думаю господи наверное он не будет абсолютно ничего как-то не щипать не еще что-то 75 миллилитров но когда на место нанесла на свое лицо я почувствовала жжение сразу когда от какого-либо пилинга у меня жжение на коже это сто процентов что продукт работает я так всегда проверяю потом когда я уже сняла его ну я имею ввиду мылась с помощью водой воды точнее и что вы думаете у меня была красная кожа это говорит о том что пилинг достаточно агрессивный составе у нас идет органический экстракт облепихи экстракт лимонника органический экстракт брусники клюквы дальше экстракт черники органический экстракт зверобоя ла 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 морожка облепиха в общем на 8 10 минут его нужно оставлять я оставляла и сначала на 5 потом на 10 минут но в общем у меня кожа привыкла к кислотам поэтому я очень часто могу перебарщивать с временем но однако пилинг рабочий он действительно отшелушивает кожу он действительно ее обновляет в хорошем смысле этого слова при этом если вы конечно передержите кожу нас начнет шелушиться но как бы если все будете делать по инструкции то это отличный такой бюджетный пилинг в объеме 75 миллилитров опять же повторюсь и последнее что вам покажу многие мне девчонки говорили про то чтобы я попробовала этот мицеллярный гель с маслами до мицеллярный гель с маслами для всех типов кожи 120 миллилитров но на самом деле когда я его купила я думала что это будет знаете типичная смывка то есть средства для снятия макияжа с глаз в душе но я ошибалась на самом деле это обычные обычное средство для умывания только для сухой и склонной к сухости кожи если вы начнете им снимать макияж то во первых у вас очень сильно будут сохнуть область под глазами и веки в целом это первый момент второй момент у вас не будет сниматься полностью макияж по крайней мере это у меня но однако когда у меня кожа шелушилась вот был недавно период когда у меня кожа действительно сохла и шелушилась я умывалась только им он мне не закупорил поры он мне снимал остатки макияжа опять же говорю остатки не весь макияж и плюс еще хорошо очищал что еще нужно и при этом кожу не стягивала и не сушил этот именно продукт поэтому его рекомендую именно для таких целей методом проб и ошибок все равно ты находишь свой продукт даже если отзывы у него крайне положительные ты находишь какие-то нюансы также наоборот когда продукт отрицательный ты находишь что-то в нем положительное если вас заинтересует данный гель для умывания мицеллярный с маслами то опять же учитывайте тот момент что лучше такими продуктами которые не специализируются на снятии макияжа лучше макияж не снимать полностью а снимать только остатки вот и все мои куколки вот такая у нас с вами была подборка крутых бюджетных средств до 300 рублей я надеюсь до 300 до 400 наверное все таки вот так правильно я надеюсь вам мой видеоролик был интересен и супер полезен если же это так то обязательно поддержите меня пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал если не сделали этого раньше жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики смотрите их первыми обязательно проверьте подписку потому что youtube очень очень сильно шалит и он может вас автоматически от меня отписать также заглядывайте вот в описание под данный видеоролик а там очень много полезной информации а также ссылочка на моем instagram подписывайтесь на мой instagram чтобы узнавать все новости первыми но я с вами прощаюсь всех люблю целую всем пока